Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 18 декабря. Память преподобного Михаила Сентелла. Преподобный Михаил был родом из Иерусалима. Родители его, люди благочестивые, дали ему прекрасное образование. Он в совершенстве знаком был с древнегреческими литературой, хорошо изучил даже и христианских писателей и богословов. И с молодых лет посвятил себя иноческой жизни. По смерти его отца, мать и его сестры послились в одном из монастырей. Проводя добрую и богоугодную жизнь, при строгом соблюдении воздержания, Михаилу достоился пресвитерского сана. По своей скромности и горячей любви к богомышлию, он удалился было в уединенное место, куда приходили к нему Феодор и Феофан, исповедники, для совместных богословских занятий. Но патриарх Иерусалимский, желая воспользоваться его дарованиями для нужд церковных, вызвал его оттуда и возвел в звание Синкелла, член патриаршего совета, заведовавший делами церковного управления. Синкеллы исполняли разные поручения патриарха, были непосредственными свидетелями их жизни, находившимися постоянно при них и после смерти, нередко их преемниками. Потому ему дано было еще поручение особой в то время важности. В Риме тогда возгорелись оживленные прения по поводу иконоборческой ереси. Споры отверлись не только в часа, в домах, но и публично, на улицах города и сопровождались народными волнениями. Папа Римский обратился с просьбой к патриарху Иерусалимскому Фоме о содействии и искоренении ереси и утверждению православной веры, по соборному святоотеческому преданию, и предложил ему несколько вопросов о всем. По этой просьбе папа от патриарха Иерусалимского постного для умиротворения церкви и обличения ереси, Синкелл Михаил с его сотрудниками Феодором и Феофаном и другими просить царя иконоборца Льва Арменина, дабы он удержался от гонения на православие. Но лев подвергнул его пыткам и послал в заточение. Хотя впоследствии он был освобожден из этого заточения, но в царстве императора Феофила иконоборца, который совершенно отвергший поклонение святым иконам, возник жестокое гонение на церковь Божию, преподобный Михаил со своими сподвижниками подвергся новым мукам. За исповедание истины Феодор и Феофан подверглись следующему поруганию. По повелению нечестивого царя на их лицах разожженными железными клеймами были отпечены, начертаны, ругательные слова. Отоврана была и находившаяся при них переписка патриарха Иерусалимского с папой Римским, хотя они и старались ее скрыть от гонителей правой веры. Но преподобные и преславные отцы нисколько того не устрашились и в своих убеждениях не поколебались, но как твердые адаманты воспротивились требованиям иконоборца и мужественно защищали православное учение. Адамант — алмаз, камень, имеющий такую крепость, что чертить и режет прочие камни и не получает того вреда. Многократно они верили пространные беседы о православной вере и произносили речи против иконоборца царя. За что и осуждены были именно изгнания. Блаженный Михаил сначала заключен был в дворцовую тюрьму вместе с учеником своим и сподвижником Иовом, где на него назложены были тяжкие оковы. А потом тем же Иовом сослан был в один монастырь, Павеяцкий, ссылку. За все это время много было пролито святым горьких слез. Продания надломили его здоровье, тело его сгорбилось. Но духом исповедник оставался непоколебимо тверд. Когда же по смерти Феофила воцарилась супруга его, царица Феодора, сыном своим Михаилом, и ко почитанию было окончательно утверждено, икона почитания, а ревнители православного учения возвращены из ссылок и восстановлены в прежних должностях, правительница Феодора предложила исповеднику православной веры Михаилу занять кафедру Константинопольского патриарха вместо незложенного патриарха иконоборца Иоанна Грамматика. Восстановление иконопочитания состоялось в Константинопольском соборе 842 года. И в память всего торжества православия тогда же был установлен в церкви особый чин православия, совершаемый и ныне в первый воскресный день святой Четыридесятницей. Иоанн VII прозван за свою ученость грамматиком патриарха с 832-842 год. Но он уклонился от этого, и патриархом поставлен был известный поборник православия святой Мефодий патриарха с 842-846 год. Михаил же в звании Синкелла, получив свое заведование великий Константинопольский соборный храм, успокоился после понесенных им тяжких испытаний. Благопестиво и Богоугодно дожил он до 85-летнего возраста и с миром отошел ко Господу около 845 года. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.